Всем привет! С вами канал КМЭТАЛИКС! Как помните с предыдущего видео, я обещала вам рассказать про мою новую куколку ОАК от Юлии Морской. Это очень красивая девочка, мне она понравилась вживую намного больше, чем на фотографиях. И это правда, вживую она выглядит, ну я не знаю, как живой, наверное. В общем, у меня поселилась еще одна живая кошечка. Данный ОАК выполнен из базовой Пурсифоны. Если вы обратите внимание на эту кошечку, вы увидите, что полностью изменено лицо. Но мне кажется, автор все-таки соблюдал некоторую оригинальность этой кошечки. Вначале это глаза. Если вы обратите внимание, то они рыжие, как у базовой, так и у переделанной. И также вот эта часть возле ротика белым цветом прорисована. Как и у базовой, она все-таки белая. И автор не изменил этого. Глядя поближе на мордашку этой кошечки, вы можете увидеть, что прорисовка идет полностью на лице. Но также она идет и на лоб. Краски подобраны просто идеально. Серый под цвет ее тела, белый и черный. Но также разные оттенки серого цвета. Светлый, темнее и даже с каким-то голубоватым оттенком. В общем, кошечка выглядит очень натурально. Прорисовка на лице выполнена, как будто это шерсть у нее. Мордашка покрыта шерстью. Глазки, как я говорила ранее уже, рыжего цвета. Зрачок не такой узкий, как у базовой, а более расширенный. Также глаза выполнены более широкими, а у базовой как будто немного приспущены веки. Полностью отсутствует макияж глаз, потому что на шерсти нарисовать тень или подводку это, естественно, нереально. И автор это учел. Носик также отличается. У базовой он черный, у переделанный такой коричневатый носик. Губки выполнены как у котика, а у базовой все-таки как у человека. Теперь посмотрите на усики. Усики прошиты, не приклеены, то есть держатся очень хорошо в ряд по три. А спереди, то есть ближе к носику, это просто точечки, как бы под усики. Обратите внимание на ресницы, они накладные, приклеенные. То есть, ну как бы баловать кошечку в ваннах нельзя. Просто можно аккуратно мыть ей волосы. А сама краска с лица не слезет. Но реснички просто могут отпасть. Такие длинные шикарные ресницы придают этой кошечке томный взгляд. Очень мне понравились ее глаза. Действительно, и ресницы, и прорисовка глаз самих. Юленька добавила также букет из цветов. Я очень этому обрадовалась. Ну, во-первых, это просто приятно. А во-вторых, у меня наконец-то появились цветы, с которыми я могу фотографировать своих монстряшек. Да, до этого у меня, к сожалению, ничего подобного не было. Когда было лето, это было легче. Вышел и нарвал цветов, сфотографировал монстряшек или других кукол. А вот зимой с этим сложновато. Я даже просила, чтобы мне дарили или просто купили маленькие розы такие живые. Ну, они вянут, и их всегда жалко. А теперь вот у меня наконец-то есть, с чем сфотографировать своих прекрасных дам. Эту куколку я покупала нюд. Ну, то есть голой. Мне одежда, в принципе, не нужна, потому что своей очень много. От кукол, которые идут в серии I Love Fashion. Например, также Classroom тоже идет со сменной одеждой. Очень много фэшн-пэков, которые еще не одеты ни на какую куколку. Ну, и как бы я ее немного попереодевала, те фэшн-пэки и другие наряды, которые у меня есть. Но на каком остановиться, в принципе, толком не знаю. И поэтому я решила поделиться этим с вами. Возможно, вам что-то понравится. Напишите об этом в комментарии, я обязательно учту ваше мнение. Итак, начнем. Первый наряд это от Вайдон и Спайдер Комик-Кон 2013 года. Второй наряд это от Скары Я люблю моду. Третий наряд это от Вайдоны I Love Fashion. Четвертый наряд, он как бы сборный. Обувь от Дракулауры я люблю обувь. И платье Туника от Вайдоны я люблю моду. И черное ожерелье от Спектры День Фото. Третий наряд это делюксовый фэшн-пэк от Ребекки, а обувь от Ребекки Дэнс Класс. Шестой наряд, он также сборный. Платьица как бы подарок для Дракулауры на 1600, ее день рождения от Фрэнки, мне кажется. И обувь от Базовой Апереты. Следующий наряд это наряд от Скары Я люблю моду. Следующий наряд также сборный. Платье фэшн-пэк для Эбби. Обувь также для Эбби, но только я люблю моду. Очередной наряд я люблю моду только от Фрэнки. И обувь от Лагуны Классрум. Но только на одном у меня обломалось продолжение обуви, которая закручивает ножку. Но мне пришлось отломать у следующей. Это у моей повторной Лагуны такая обувь. То есть одна Лагуна у меня в целости и сохранности. Очередной наряд я люблю моду. В этот раз для Фрэнки также. Но ожерелье от Спектры День Фото. И снова сборный наряд. Обувь от Клео Я люблю обувь. Юбочка от Вайдоны Я люблю моду. И кофточка также я люблю моду от Фрэнки. И снова делюксовый набор. В этот раз от Фрэнки. Следующий наряд также сборный. Платьица с поясом от Фрэнки Классрум. А обувь от Спектры День Фото. Очередной наряд я люблю моду. В этот раз от Эбби. Фашн Пэк для Спектры. И напоследок платьица от Гулии Классрум и обувь День Фото. В принципе на этом все. У меня еще конечно много нарядов от моих повторяющихся кукол. Но я стараюсь не использовать их в куклах, которых ставлю на полочку. Потому что хотелось бы разнообразия. Я могу соединить какие-то детали. Ну такие незначительные. Как обувь, там ожерелье. Но сам наряд стараюсь одевать новый. Если вам понравился какой-то из этих нарядов на этой куколке. Напишите пожалуйста в сообщениях. Также буду рада принять ваше предложение с именем этой девочки. Я как раз в раздумии над ее именем. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Огромное спасибо Юленьке за такой прекрасный ОАК. Ссылку на ее группу вы сможете найти под этим видео. Хочу пожелать вам удачи, побольше желаемых кукол. И пока!